Программу «День пельмень» на Национальном телевидении Чуваши представляет сеть профессиональных стоматологий «Дентомед». Хохотушки-веселушки! Говорушки-непослушки! За животики-держалки! Обсуждалки-игралки! С нами праздник каждый день! Передачи «День пельмень»! Всем привет! Это самая веселая и яркая передача «День пельмень». Каждый день вместе с мальчишками и девчонками мы отмечаем необычные праздники. И сегодня мы готовы встретить День зубной щетки! Ура! Моя щетка на празднике самая большая, потому что я здесь самая главная. А еще я знаю, что у зубной щетки есть даже день рождения. Его отмечают 26 июня. В этот день впервые зубные щетки начали делать на заводах. И было это в 1780 году. А как вы думаете, чем раньше чистили зубки? Ну, наверное, можно чистить зубы травой, пожевать ее, потом выплюнуть, и у тебя будут чистые зубы. Мне кажется, они будут все зеленые от травы. Ну, может быть. Можно чистить зубы деревом, отломить кусочек дерева и так погрызть. На самом деле, в древности зубы чистили деревянными палочками. Китайцы придумали размочаривать их на одном конце, а на Руси зубы чистили тряпочками и мелом. Смотрите, какие огромные челюсти у меня есть. Какие крепкие зубы. Их точно чистят два раза в день. И они не отбывали. Кто мне покажет, как правильно чистить зубы? Неправильно. Нужно чистить сверху вниз. Вот так правильно. Нет, так тоже неправильно. Нужно снизу вверх. А потом уже изнутри. Какая ты молодец. А вот эти места как мы будем чистить? Я думаю, что эти места надо чистить вот так вот. Правильно, можно вот так вот проводить. А для чего вообще нужно это делать? Зубы надо чистить для того, чтобы не остаться без зубов. Как Баба Яга. Наверное. Я думаю, чтобы отлично выглядеть и хорошо себя чувствовать. И чтобы мне был плохой запах изо рта. Чтобы зубы не болели. А у тебя болели зубки? Да. Это, наверное, я конфет наупал. А если, конечно, будут болеть зубки, надо сходить к стоматологу. А так говорят, что к стоматологу надо ходить два раза в год. Какая ты молодец, все знаешь. А может быть, вы знаете, как часто нужно менять зубную щетку? Надо менять щетку, когда она будет вся использованная. И она будет такая пушистая, значит, ее надо уже убирать куда-нибудь. Через год. Ты пользуешься одной щеткой год? Но на самом деле нужно менять зубную щетку, как говорят стоматологи, раз в три месяца. То есть за год, получается, нужно сменить целых четыре зубные щетки. Ребята, а что можно делать с щетками, которым уже исполнилось три месяца? Вот, смотрите, сколько у меня их накопилось. Их надо или сохранить, или просто выкинуть. Мне мама старыми зубными щетками чистит подошву и все ботинки. Если почистить их зубной щеткой, старой, то тогда они чище прежнего будут. Можно чистить стекла у машин. Но это же очень долго, наверное, у игрушечных машин, потому что зубные щетки-то маленькие. Ну, скорее всего. С щетками очень классно можно чесать спину. Ой, как здорово. Девочки, а как расческу можно использовать? Я думаю, что можно. И немного приятно. Щекотно. Вот, оказывается, какой универсальный предмет. Представляете, в Германии даже установили памятник зубной щетки. А вот если бы вы были архитекторами, то как бы выглядел ваш памятник щетки? Покажите. Я изображаю этот памятник, который радуется зубным щеткам. Потому что если у тебя были очень грязные зубы, ты взял, почистил и радуешься. Слава зубной щетке! Я изображаю памятник, который держит галочку из зубных щеток. Это победа над микробами. Вот так и стойте. Вы же памятники, а памятники не двигаются. Ну, а я расскажу телезрителям, что сотрудники клиники Дентомед всегда помогут подсказать, как правильно выбрать зубную щетку и как правильно чистить зубки. Ну и, конечно же, помогут справиться с вредным кариесом. И вам сегодня приготовили даже подарочки. Давайте посмотрим, что там. Наверное, зубные щетки. Держите. Ну и на сегодня это все. А завтра будет новый день и новый праздник. А с вами была передача «День пельмень». Пока-пока! Высококвалифицированные врачи клиники Дентомед верны своей работе. И неизменно вот уже многие годы отлично выполняют свой долг перед пациентами. Добро пожаловать в клинику Дентомед! День пельмень. День пельмень. Редактор субтитров А.Семкин